Так, сегодня 23 февраля, праздник мужчин. Позвонили дети, сказали, что едут в гости и быстро готовлю какую-то еду. Только что прилетели с отдыха, поэтому в доме не очень много продуктов. Буду готовить, как говорится, я его слепила из того, что было. Ну а что я слепила, давайте смотреть вместе. Первое, что я сделаю, это я сделаю, почищу картошку и сделаю картошку фри в духовке. Второе, я сделаю курицу гриль в аэрогриле. Но для этого мне нужно будет почистить чеснок и сделать специи, которыми я натру эту курицу. Итак, поехали. Так, вот такую курицу я замариновала предварительно, день назад. Я ее просто посолила внутри и все. Сейчас я ее внутри натру специями. Трем чеснок. Курица без чеснока никуда. Это брат и сестра, курица и чеснок. Поэтому чеснок необходимые условия для курицы гриль. Добавлю копченой паприки, можно обычной паприки. Я люблю копченую, чтобы был запах немножко копченой. И немножко масла для того, чтобы чеснок и паприка лучше раскрыли свой аромат. Перемешиваем. Можно добавить черный перец сюда, можно добавить еще какие-то специи. Ну, я вот такие только добавляю. Мы их все равно будем только натирать внутри курицу. Итак, беру без перчаток. Беру всю эту смесь и внутрь курицы. Натираю курицу внутри. Почему внутри? Потому что она будет жариться на высокой температуре. Если мы специями натрем снаружи, то они просто-напросто все сгорят. Нам это не надо. Так. Вот так натерли. Вот такой у меня гриль. И сейчас сюда положим нашу курицу. Вот так. Закрываем. Устанавливаем температуру. И время на 2 часа. Все, поехали. Курица готовится, мы про нее забываем. Тошку я почистила, порезала на такие вот кубики, дольки. Промыла несколько раз в холодной воде. Сейчас залью кипятком. Можно не заливать кипятком, можно 3 минуты отварить кипящей воде. Но мне некогда. Мне проще залить кипятком, чтобы она постояла минут. Чтобы пока вода чуть-чуть подостынет в кипятке, я в это время буду заниматься другими делами. Буду делать салат. Берем теперь соль, паприку, кукурузный крахмал, муку обычную. Все, вода в картошке у нас стала теплой. Сейчас я ее солью и картошку обсушу на полотенце. В пакет высыпаем сюда вот эту нашу смесь, которую мы сделали. И выкладываем туда картошку. И вот так начинаем все ее перетрячивать, чтобы мучная вот эта смесь вся картошка наша обволокала. То есть, чтобы картошка вся была в этой смеси. Ну, вот так. И сейчас я все это буду выкладывать на противень. Вот я противень застелила вот таким ковриком для выпекания. Не пугайтесь, это не грязное. Это он уже много раз использованный. Подгорел, как говорится. Поэтому это не грязное. Сразу говорю. Так, и начинаю сюда выкладывать картошку. Выкладываем в один слой. Вот так. На расстоянии друг от друга. Все надо делать мне очень быстро. Потому что у меня гости на пороге. Все, ставлю в духовку на температуру 180 градусов на 30-40 минут. Буду смотреть по месту. Как она у меня зарумянится, будет готова. Значит, я ее вытащу. Так, делаю салат самый простой. Из капусты, моркови и зеленых яблоков. Капусту я предварительно нашинковала. Морковь натерла. И сюда же яблоки. Яблоки сбрызнула уксусом. Лисовым или яблочным можно. Чтобы яблоки наши не потемнели. Посолю. Немножко поперчу. Немножко добавлю сахарку и растительного масла. Все. Так, один салат готов. Сейчас буду еще один делать. Перец, огурец и помидор. Полезного, конечно, ничего нет. Но на столе, может быть, смотреться будет нормально. Так что, поехали. И, кстати говоря, очень вкусные. Толстостенные и сладкие. Очень вкусные. Все, порезала. Еще красный лук порезала сюда. Посолю. Поперчу. Обязательно. И добавлю оливковое масло. Можно было добавить сюда зеленое масло. Я делала из рукол зеленое масло. Но боюсь, что кому-то понравится, кому-то не понравится. Поэтому добавляю так. Салат будет вот такой. Консервированный красный болгарский перец, который я делала в кисло-сладком соусе. Скорее всего, в сладком соусе. Сейчас я его открою и вывожу просто на салатник. Все. Готово. Им очень хорошо. Очень хорошо запивать. Не буду говорить, что. Выкладываем сюда весь перчик. Ну, не весь, допустим. Ну, не весь. Ну что, третий салат готов. Так, курочка наша жарится. Картошечка подрумянилась. Может, даже рано поставила. В конце нашего банкета режу манго. Итак, приступим. Все, фруктовая тарелка у нас готова. Практически все готово у меня. Ждем гостей. Ну, вот такая получилась у нас картошечка. Бегу встречать гостей. Привет, привет, привет. Привет. С праздником. И вас тоже с праздником, молодые люди. Какие красивые люди. Проходи, проходи сюда, Марка. Проходи. Проходи. О, мать какая красивая. Проходи. Привет. Заходи, 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 заходи. Заходи. Все. Заметли, конечно. Ну, понятно, понятно. Заметил. Поздравляю вас с праздником, наш защитник. А-а-а. Подарочки всегда приятно получать, да, Сереж? Да. Посмотрим потом. Найдем место, кстати. О, мелкий там, вы скажи. Маркуша. О, приветик. Маркус, пора раздвигать. Погой, погой. Всегда подожариться для машины. Да не то слово. Спасибо, спасибо. Спасибо. Что такое счастье? Непростой вопрос. Столько всего сразу в нем переплелось. Может, это в сказке, а может, наяву. Солнечного зайчика в сердце я зову. Ах, счастье, ты как несчастье. Куда пропала, я так искала. Быть может, пора вернуться. А жизнь проходит, не оглянуться. Ой, девчонки, не скажу про свое я счастье. Милова я так люблю, не хочу несчастья. Мой мелочек дорогой, словно в небе птица. А обнимет, аж дрожу, вдруг мне это снится. Ах, счастье, ты как несчастье. Куда пропала, я так искала. Быть может, пора вернуться. А жизнь проходит, не оглянуться. Что такое хорошо, что такое плохо? Между нами знак равно целая эпоха. Я ладошки протяну, солнышку навстречу. И, наверное, тогда свое счастье встречу. Ах, счастье, ты как несчастье. Куда пропала, я так искала. Быть может, пора вернуться. А жизнь проходит, не оглянуться.